МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Богатые люди всегда решительные. Богатые люди всегда принимают много решений. Каждый день принимают десятки решений, сотни решений, тысячи решений. Ты должен научиться первое принимать решения. Пока ты не научишься отпускать что-то, ты не сможешь сделать первый шаг. Вы знаете, как ловят обезьян? Охотник выбирает в весу дерево, делает в нём дупло диаметром 5-6 см и вкладывает в него камень или какой-то фрукт. Обезьяны сидят вокруг, наблюдают. И потом, когда охотник отходит, обезьяна подбегает к этому дереву и просовывает туда руку. Свободная рука проходит, а с этим камнем кулак не выходит. И обезьяна пытается убежать. Она пытается вытащить свою руку. И получается, она не может сделать шаг. Охотник спокойно подходит, набрасывает на неё мешок, и обезьяна оказывается в ловушке. Задумайся, а может быть, и ты оказываешься в ловушке чего-то незначительного прошлого? Пока ты не научишься чем-то жертвовать, чем-то незначительным, ты не сможешь двигаться вперёд. В твоей жизни ничего не поменяется. Обязательно нужно вкладывать деньги туда, откуда ты получишь доход. Конечно, если ты заработал какие-то первые деньги, просто их потратил, потратил на обустройство своего дома или просто купил себе дачу, купил себе хороший автомобиль, но это расходы, которые повлекут за собой дополнительные растраты. Ты изначально должен понимать, что инвестировать нужно туда, откуда ты будешь получать доход. Причём, если ты посадишь мешок пшеницы, через некоторое время ты получишь 10 мешков пшеницы. Если ты посадишь кукурузу, через три месяца ты получишь 10 мешков кукурузы. Если ты инвестируешь деньги, через некоторое время ты получишь много денег. Если ты инвестируешь время, через некоторое время ты получишь много времени. Что мы отдаём, то мы и получаем. Если ты один раз принял неправильное решение, ты приобрел опыт, ты знаешь, как не нужно действовать. Если ты приобрел опыт, ты знаешь, как выкарабкаться из тяжёлой ситуации. Ты знаешь, как выйти из кризиса. Но если ты один раз вышел из кризиса, ты приобрел навыки поведения в кризисной ситуации. Соответственно, ты всегда будешь выбираться из кризиса. Это очень позитивный опыт, и каждую неудачу нужно воспринимать как позитив. Что ты можешь из этого извлечь полезного? Каждый миллионер, который сам заработал свой миллион, в среднем за свою жизнь 2-3 раза был банкротом или почти банкротом. Поэтому не стоит бояться неудач. Сейчас большинство людей пользуются авиаперелетами. Очень хороший аналог с тем, как нужно подниматься в бизнесе. Для того, чтобы вот эти сотни тонн поднять в воздух, пилот делает полный газ. Самолет срывается с места, набирает скорость. Когда его скорость достигает более 200 км в час, он отрывается от полосы и взмывает в небо. На полном газу он идет до 3000 метров. И после того, как он набирает эту высоту, вы слышите, как двигатели стихают, пилот убавляет газ. Несмотря на это, самолет все равно продолжает набирать высоту. И когда его высота достигает 10-11 тысяч метров, даже если на этой высоте пилот отключит двигатели, самолет по инерции все равно будет некоторое время продолжать полет. На что я обратил внимание. Какой бы ненасти внизу ни было, наверху всегда синее небо и светит солнце. Наверху много места, много простора. Но чтобы туда подняться, нужно сделать усилие. Каждый самолет больше всего топлива расходует на взлете, на посадке. А на высоте он только поддерживает свой полет. Для того, чтобы подняться в бизнесе, нужен сначала форсаж. Нужно подняться наверх. Нужно выложиться. Потом легче. Для того, чтобы ты стал успешным человеком, тебе нужно развивать навыки публичных выступлений. Учись общаться с людьми, учись влиять на людей, учись доносить свою информацию, введи искусство переговоров, научись нравиться людям. Сейчас мы живем во времена четвертой промышленной революции. IT-технология, роботы, энергетика, искусственный интеллект, генетика. В ближайшие десятилетия 70% населения останутся без работы. И сейчас нужно к этому готовиться. Если ты не занимаешься своим образованием, если ты не инвестируешь в свой интеллект и развитие, ты отстаешь от жизни. Не тратьте жизнь на нелюбимую работу. От увлеченности больше пользы. Богатство достигают только те люди, которые влюблены в свое дело. Работайте с теми, кто вам нравится. Подавайте пример. К вам люди подтянутся, потому что уверенность – это магнит, который притягивает деньги. Изучайте истории богатых людей. Общайтесь с победителями. Учитесь у богачей.